всем привет итак у нас сегодня тема чего вы не ждете в вашей жизни но это обязательно произойдет немножечко провокации сейчас посмотрим итак три варианта колода старого особняка возьмем сигнификацию а на другой колоде будем раскрывать и так чего вы не ждете вообще в своей жизни но она обязательно произойдет не хочет даже вылазить смотрите второй и вот это да 3 выбирайте выбирайте все поехали отшельник сейчас посмотрим не ждете одиночества или не ждете совершенной мудрости знаний мудрости познаний каких-то познаний или учительства может вы отнекиваетесь от кого-то от чего-то может быть сейчас будем уточнять а это хотите вы не хотите все равно придется впрягаться и вести за собой так ухты шу спинтаклей надо уйти от чего-то чтобы обрести что-то надо вам уйти от чего-то чтобы обрести надо это мудрость некая что вы не ждете в своей жизни но она обязательно будет будет туз пентаклей будет это новый уровень уровень связанный с любовь новая жизнь разбитое сердце так все таки что вы не ждете но это обязательно будет вашей жизни смотрите может быть здесь слишком молодые по возрасту люди зашли на первый вариант вы возможно не ожидаете разных подвохов от жизни вообще сложный путь здесь обретение самой жизни самого путешествия по жизни набор опыта набор мудрости здесь переходы с одного уровня на другой но это и является как бы вашей жизнью ну вот вы решили по философствовать так сказать карты чтобы познать что там вам надо возможно не единожды сделать выбор или сделать правильный выбор чтобы открыть в себе ну большое счастье по тузу пентаклей выбор именно в любви скорее всего это касается в любви может быть вы не думали о предательствах не мечтали кто бы мечтал об этих предательствах но как говорят где-то тяжелый путь дорожка тяжелый дорожка это обучение обучение страсти в любви слушайте вы вы тут ищите свою истинную любовь открытие агроаля открытие души открытие возможностей в ну как бы по душе вы тут можете совершать какие-то необдуманные поступки совершенно вот знаете что еще не совершайте необдуманных поступках поступков потому что вы можете потерять свое единственное счастье может быть еще такая ситуация к примеру тройка мечей тройка мечей повторяется два раза исцеление исцеление как будто вашей жизни это работа по исцелению своей души работа по исцелению своей души вторая возможность обретение внутри себя этого мага мага творца собственной жизни и жрица справедливость говорит там справедливость говорит да вот это да и так надо говорить слабо нервный не смотреть потому что здесь может быть еще такая ситуация когда вы для того дабы к примеру открыть какие-то новые горизонты вашей жизни вы можете отказаться вообще от любви к примеру от той любви от пары не от любви как от любви от души а от некой пары чтобы пойти своим собственным трудом и путем обретая мудрость в жизни ну как действительно вот отшельники но это опять же есть ваш путь то есть есть ваш выбор говорят может может случиться но это ваш выбор а а Смотрите продолжение в следующей серии. Что вы не ждете, но это обязательно может случиться. Шейник, ваш выбор. Обнуление, тройка мечей. Здесь смотрите, здесь король Пентакли, королева кубков. Здесь человек, который может сделать неправильный выбор, неправильный выбор по судьбе, в отношении любви. И может таким образом оказаться в отшельнике, потому что, ну вот неправильный выбор. Отказывается от семьи и уходит в отшельнике. Это по справедливости. Закрывается человек, который закрывается от любви. Вот он, уход. Закрытие от любви. Неправильный выбор, искушение. Искушение еще. Ой, боже ж ты мой. И опять отнуление. Долгое время здесь может быть человек, который, еще раз говорю, что вы не ждете, но это обязательно случится. Может быть где-то и в прошедшем времени. Если вы прошли некоторое время в своей жизни, оно уже как бы, вы выходите с этого времени, может быть. Долгое время вплоть, смотрите, здесь десятка. 9-10. 9-10. Долгое время. Это долгое время вы могли пройти в одиночестве, потому что, как цикл, потому что был неправильный, сделан где-то выбор. Сейчас двойка жезлов. Я бы сказала, сейчас вас где-то предупреждают, или чтобы вы опять не напоролись на некие такие же грабли. Потому что, если вы сделаете опять какие-то неправильные ходы, вы опять, вот судьба вам подбросит. Ну, как бы подбросит. Ну, это или по любви что-то, но с любовью связано. Все-таки с любовью. Чтобы вы не оказались в очередном таком же положении. Потому что у вас открыт путь, вы можете выехать как бы по колеснице на чистую дорогу, открытую дорогу на долгое время. И тут аркан солнца. Что вы не ждете, это обязательно, ну, как бы это будет обязательно, не обязательно, но уже как бы обязательно вышло по справедливости. Здесь вот такая ситуация. Если вы делаете неправильный выбор в любви, вот тут, будет обновление. Но это обновление вы пойдете в где-то, ну, это не месяцы будут. Вот, вы тут засядете в неком отшельнике. Можете потерять семью. Может быть ситуация, когда вы пойдете, к примеру, ну, эта ситуация как вам в назидание, как будете поднимать какие-то другие стороны в своей жизни, открывать себе, возможно, по судьбе, все-таки по судьбе. Все-таки, смотрите, 9-10 до 12 лет по Юпитеру. Циклы Юпитера в вашей жизни играют роль. Поэтому будьте очень внимательны в своей жизни. Да, вы можете, фу, можете, можете, можете в это время осваивать какую-то или новую профессию, или делать карьеру. Возможно, даже вся ваша прыть пойдет по энергии на поднятие вас как профессионала. Опять червеца. Выбор. Все равно надо уйти от какой-то иллюзии, фантазии, или еще как-то, или сделать правильный выбор. Иначе вы уходите, иначе вы, смотрите, теряете, просто теряете, ну, я не знаю, делаете карьеру, теряете... Свои шансы по любви. Ну да, непростой вариант, казался. Делайте правильные выводы. Девятка мечей. Чего вы не ждете, но обязательно будет. Двойка мечей. Шестерка мечей. Какая-то тяжелая ситуация, пугающая ситуация, которую вы захотите избежать, от которой вы будете прятаться, которую вы будете блокировать, стараться блокировать, не видеть, не смотреть на нее. Но эта ситуация, скорее всего, создана для того, чтобы вы перешли на другой уровень. Чтобы вы вообще, ну, как бы, возможно, чтобы кто-то пришел вам на помощь. Может быть, новое знакомство, чтобы кто-то вас, как бы, ну, как говорят, перевез на другой берег, увез от разрушения, может быть, некого. Ситуация ужаса. Ситуация ужаса, напряженки, тяжелого момента, сложностей. Но именно таким образом вы переходите в новый дом. У вас тут может быть реально или в связи с этим совершенно новое знакомство, или кто-то себя проявит совершенно по-другому и даст возможность вам открыть, ну, как бы, помощь этого человека. Ну, как-то так. Или вы откроете в себе какие-то такие качества воина и сможете понять, как бы, двигаться, ну, что вы можете своими собственными силами удержать стабильное положение. Справедливость. Но все будет, как бы, все решится, все должно решиться при вашем сопротивлении, обстоятельствам, не боязни, все-таки уйти от этой боязни, взять быка за рога и отстроить дом, и отстроить дом, выйти на новый уровень. Вот все по справедливости повернется. Вот что вам, чего вам не избежать, скорее всего, чего вы не ждете, это будет. Некая тяжелая, страшная ситуация. Она будет более выглядеть, как пугающая ситуация. Для того, чтобы вы собрались вообще с силами и двинулись в новую жизнь или сделали свою, вот стали воином, открыли глаза, не закрывались, не убегали от себя, поняли, что это, как бы, планомерный, может быть, даже тяжелый какой-то труд. Но этим вы строите свое будущее, свою некую стабильность, чтобы вы боролись, боролись, и только боролись, потому что справедливость на вашей стороне, белая карта прикрывает, все в ваших руках. И справедливость на вашей стороне. Боритесь, и вы возьмете то, что вам принадлежит. Одно колоды у нас император. Вы станете властелином собственной судьбы. Так у вас по жизненной программе заложено, чтобы пройти некие трудности, проходить вот эти трудности и выходить из этих трудностей победителем. Ну вот как-то, как-то так. Да, солнышко, смотрите, очень сильные карты, дно колоды. Возможно, для кого-то будет некая ситуация, некого повторения, чтобы, ну как бы, если вы уже единожды были в такой ситуации, что-то будет происходить, ну события какие-то сходные, вы поймете, как будто бы они повторяются как один к одному. Эта судьба вам дает возможность, чтобы вы поступили как-то по-другому, просто поступили по-другому, и вышли с честью, стали властелином собственной жизни, и открыли свое счастье. И вы сможете это сделать. Вот, не убегайте от трудностей. Так, и третий вариант. Туз Жезлов. Ну хорошо, хоть в третьем варианте Туз Жезлов. Так, чего вы не ждете, а это будет. Это жизнь, это новое творческое вливание, идеи, знакомства, мужчина для женщин, особенно по Тузу Жезлов. Вы, возможно, отчаялись уже вообще во всем. Да, даже и не отчаяние. Может быть, и не в отчаянии речь, а о том, что просто не вовремя, или не в том месте, или не так, не там, а может быть, хобби какое-то. Ну, сейчас как бы будем уточнять, что. Так, колесо фортуны, судьба тут ведет вас за руку. Шестерка Жезлов. Здесь может быть реально некое отчаяние по, вообще, по любому вопросу, потому что, еще раз я проговорила уже по Тузу Жезлов, это как новый поток, как вливание, как жизнь сама, энергия жизни, которая движет. И если вы не ждете, ну, может, вы как-то, знаете, по накатной уже, вот этим, в этом колесе крутитесь, крутитесь, как белка. И думаете, ну, привыкли уже к чему-то обыденному, а тут яркая вспышка. А вы не думали, что в вашей жизни может происходить эта яркая вспышка? Колесо судьбы и шестерка Жезлов. А шестерка Жезлов здесь вообще такая красивая, праздничная. И здесь пара, пара, которая, вот в этой колоде, именно, видите, как бы, пара в любви. Здесь мужчина и женщина, ну, венчаются, что ли, потому что это молодая, молодые, как бы, свадебная пара. В этой колоде так. Ну, может быть, обновление в любви. Король кубков, вы не ждёте. Смотрите, тут для женщины, что мужчина, к примеру, вы влюбитесь. Возможно, прилив новых сил, желаний, страсти. Вообще, ну, как бы, влюбитесь. И это ваша победа. И это вам по судьбе. Для женщины, естественно, придёт мужчина, которого вы вообще не ждёте. Ну, то есть, это, опять же, новая любовь. Новая страсть, новая любовь, обновление. Вот так. А вы об этом даже не помышляли, даже не думали, даже не ждали. Боже ж ты мой. А вот она и умеренность. Вот этот ангел, который работал, работал, лил эту воду из одного в другое. Вот постоянно. И ни о чём, как бы, не помышлял. Вашей, ну, вот, в своей жизни. Тут новая любовь идёт. Тут вы не думаете, не ждёте, а совершенно не ждёте в свою жизнь никакого мужчину. Или, ну, тут может быть, ну, новые или новые чувства. Или, как бы, чувства по-новому. Или, вот, доверие некое в чувства. Или подтверждение вашей интуиции может ещё как-то быть. Ну, то есть, помощь, может быть, подтверждение интуиции. И здесь, как бы, некая двойственная, положение, смотрите, десятка пентаклей, некое двойственное положение, о котором, может быть, выбор, то или другое. А может, тут по, как удержать баланс, как не выйти за рамки, возможно, приличий. А может быть, ну, что предпринять, ехать, не ехать, быть, не быть, любить, не любить, передвигаться или остаться на месте. Ну, вот, как-то будет. Ну, и аркан силы. Для женщины это вообще отличный вариант. Да, здесь проработок, много работ, много, много дел, много движений, так сказать, по этому поводу. Но я думаю, здесь именно такая ситуация, когда вот для женщины, вообще, ну, в принципе, и для мужчины, для женщины, человек, человек в умеренности, он в этом своем жизненном потоке как бы устаканился уже, а поток его связан с обыденной работой, с какой-то обычностью. То за одно хватаюсь, то за другое хватаюсь. Вот времени, по сути, скорее всего, не было уже ни на что. А тут, чего вы не ждете, даже если вы в своей семье, здесь некое обновление, может быть, чувство своего собственного мужа, то есть к вам. Или человек, ну, может тут и кто-то, знаете, другой человек заявится к вам. Если это все-таки через человек, проходящий через одиночество, тут идет ситуация обретения женщины ее собственной силой или становления, потому что ну как-то вот такой вообще женской именно такой силы, потому что очень много растрачивалось, может быть, где-то и в пустую, а может быть, именно на созидание вот этого процесса, процесса в семье или семьи, работы, вот дети, дом-работа, дом-работа, вот туда вложение, и вдруг женщина вспомнит, что она женщина, может быть, именно так, и начнет как-то, ну, а вспомнит, потому что мужчина, мужчина, который проявит интерес, заботу, и тут доверие еще некое, и тут женщина, как бы, ее ангел, подталкивает, она окрыляется, и идут, идут, в принципе, люди, что тут, что тут, к новым берегам, жизненным берегам, чего вы не ждете, это поворота судьбы, поворота судьбы в любви, здесь у вас или человек, который встретится вам, новый, совершенно новый, может быть, знакомство, потому что по дураку, новое, совершенно новый путь, который приведет вас к обретению семьи, прочности, положения, или если есть у вас вот какие-то, потому что двойка пентаклей, дружественное положение, может что-то в вашей жизни именно так поменяться, что откроются новые перспективы, другие перспективы именно в создании общего дома, построения, создания общего дома, дома, быта, вот карта победы, судьба при победе, вот эти три карты, это туз жезлов, это новая жизнь, новые возможности, новая, я не знаю, такая мощная энергия по судьбе и при победе, и при победе, где люди, в принципе, идут рука за руку и строят новый мир, новый мир, новый мир, и здесь как бы еще и подтягиваются пентаклики, знаете, вот к хорошей, обеспеченной жизни, ну, по крайней мере, там, где людям хватает, не бедствует, хорошо не бедствует, вот так, хорошо, добротное такое семейство, вот такой третий вариант, спасибо всем, вам счастья, любви, всего наилучшего и до новых встреч, пока-пока. Пока-пока.